Марка, вторая глава, второй стих. Уже второй Иван, где проходим. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Вообще толковать нечего. Собрались. А в этом-то и смысл, что не собрались. А если собрались, слова никакого нет. Заходят, как порядок, люди сунули сразу к кассе с плечой, купили свечки, передать друг другу по плечу, колотят. А еще лучше, если сам растолкал людей, прошел, поставил где-то. Сравни одно с другим. Ты увидишь, это совершенно другая обстановка. А Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы должны приходить сюда, чтобы слышать Его слово. Я по порядку иду, и все стихи говорят об этом. И апостольское чтение об этом. Как можно все это было забыть? Это же не в один день делалось. А когда в России было так? Никогда не было. Ни одного дня по Евангелию в России не было. Писатель Мирской, о духовном пишет Лесков, Николай Семенович. И он говорит, Евангелие в России никогда не было проповедовано, как должно. Священники его люто ненавидят. Умер не так, умер внезапно, без покаяния. До посмерти не определяется. Внезапно умирают многие люди. Может быть, землетрясение было, тысячи сразу. Христиан убивали. Определяется, как ты жил. Иоанн Златоуст постоянно это подчеркивает. Ангелы понесут после смерти или нет? Вот весь вопрос. Вот тогда и будет видно, что умер, говорит, хуже собаки. Второе послание Тимофеев 4.2. Проповедуй слово. Насколько во время и не во время. Обличая, запрещая, уничтожая со всяким долготерпением, назиданием. Патриарх ни разу не обратился вот с таким позванием к своим священникам. Ни разу. Священник к мирянам, о котором говорит, и епископ этого тоже не знает. Со всяким долготерпением. Почему? Не принимает. Надо повторять и повторять. Повторение, мать, учение. Долготерпением, притом назиданием. Назидательное, что было, должны быть примеры. Привязка к сегодняшней жизни. Поэтому проповеди они неповторимые. Что я в прошлом году говорил, а сегодня другая обстановка. Иоанн Златоуст событие прямо в горячее подтягивал. Случилось несчастье на стадионе. Он сразу это берет. А тогда колеса были железные. Сын губернатора женился. Златоуст руководил соревнованиями, как олимпийские игры. Колесница прямо на него шибла. Колесо по шее. Голова откатилась и прямо к трибуну подкатилась. Только сейчас махал, свистел. Ничего уже нет. И Анатолу завтра все это проповеди говорит. Сверли и в тропе. Это такой властитель был как меньшиков в России. И теперь Златоуст его под рязкой прячет. Там день и ночь киллеры стоят, чтобы убить его. Потив него взбунтовали. Златоуст сразу это включает в проповедь. У нас проповеди-то, которые... Да их проповедями-то не назовешь. Мертв во всем. Он читает, что-то говорит. А человек проходит мимо. Ты к себе это примени сегодня. Конкретно. Настой во время, не во время. Какое время? Ну время может быть это в храме, это для проповеди. А не во время. Не во время где-то встретился с кем-то, начал говорить. И ты увидишь как. Я говорю, поселился на новом месте. А до этого жил в моей комнате пьяница. Ну и постоянно к нему идут, а там другой человек. Один приходит, второй и на другой квартире, где получил. Точно так же. Идут и идут люди. Отбоя никакого нет. Но один из вариантов просто их выгонять. Я тогда решил, все работы оставил, только Библию беру. Как заходят, я сразу садитесь, почитаем маленько и говорит. Да мне некогда, у меня там работа. Ну пришла же все-таки ты. Да маленько послушай, нет. И больше ни разу никто не подошел. Буквально выжжено все было вокруг. Кто не придет, я сразу садитесь, посчитаем, послушаем. Больше никто не приходит. Очень просто оказывается. Просеялось и никого нигде нет. Мало того, стали сбежать, другим говорить, чтобы не подходили. Деяние 11.19. Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего апостола Стефана. Прошли до Фенихии и Кипра и Антиохии. Никому не проповедуя слово, кроме иудеев. То есть тогда они еще не знали, что язычники будут обращены. Их рассеяли. Им бы только скрыться, чтобы не знали, что христиане иначе получили. Там камней-то еще много. Стефана едва едва для похорон достались под этой грудой камней. Они ходили и говорили, ходили и сеяли. Враг гоняется, ничего не может сделать. Плодиться и размножаться. Вот этот лозунг как раз и выполняется. Деяние 11.19. А между тем рассеявшиеся, говорит, ходили. И 14.25. И проповедуя слово Господне в пеге, сошли в Аталию. Только перечисляется. Сегодня спроси епископа, когда мне проповедовали и куда вы сошли. 200 епископов. Ну хоть один. Ни одного нет. Ну а ездите вы там, участвуете в экуменическом движении, в Всемирном Совете Старпель. И там они молчат. Никто нигде не свидетельствует. Значит, у нас вера-то другая. Деяние 16.5. Пройдящие с Клигию и Галатийскую страну. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи. Вот единственное место, которое нашел Дух Святой, запретил проповедовать. Почему? Оказывается, работников было мало, а эти работники нужны были в другом месте. Русло реки надо было срочно повернуть в другое место. Там пока подождут. А к ним они потом пошли. Надо тонко чувствовать обстановку. Вот сегодня, может быть, надо нам в Кадниково ехать. Не знаю. Мы об этом специально не молились и не постились. Мы так назначили, созвонились, нас там ожидают и пошли туда. Мы не знаем. То есть мы тоже в другом духе трудимся. А может быть, Дух Святой сказал, мы сегодня поехали в другую сторону, в другой район совсем. А вот об этом тоже надо молиться. И тебе откровение есть, ты подойди и скажи, я вчера молилась. И Дух Святой сказал, не ездите в Шаршино, а поезжайте в Коршино. А мы не знаем. А мы знаем, что результат от этого зависит. А там были люди, которые уже готовы были принять. Деяние 8.25. Они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих сирениях самарийских проповедовали Евангелие. Вот один стих, только один. Засвидетельствовали, проповедовали, пошли обратно, во многих сирениях проповедовали. Да это же другая лексика, другие слова. Это только один стих. Но этот стих все держал. Рождались новые души, новые общины. Ничего нет. Я вот смотрю на выступления мусульманских лидеров, какие они есть. Какой у них обой. Как они заботятся обо всем. Это все христиане были бы сегодня монахи. Это были бы апостолы сегодняшнего служения. Все подчеркивают о том, что люди были очень восприимчивы к духовному. К ним ни одного миссионера не было. Шесть столетий. С горем можно умереть. И сегодня этот миллиард, они были бы здесь. Были бы православные. Никто бы не нападал, этих взрывов бы нигде не было. Что же они надели монахи-то? Когда итог-то подведешь, слова во рту не имеют. Да ты же сам сатана этого не сделал даже, не мог сделать. Под видом Христа запретили говорить о Христе. Под видом спасения запретили язычникам говорить о спасении. Как сатана преобразился? В вине ангела подходит. И все это сделали монахи, только монахи. И расценивали своих везде баловли. Хоть одним кто-то склонный, сразу его раз и в монастырь. Ни одного не было, чтобы он обратился, и они его куда-то послали. Златоуз это понял, когда уже в ссылку пошел. Тогда давай монастыри уже распускать и всех на проповедь. Да уже поздно было. Как в 17-18 году уже, давай, на русском языке службу служить поздно. Уже поволокли епископов на расстрел. Лука 12.1. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь закваски поповской. Берегитесь закваски монашеской, которая есть лицемерие. Это лицемерие, называется верующим, а веры-то никакой евангельской нет. А вот все сегодня живо. Тысячам народа надо это сказать было. Идите и проповедуй. Если ты монах, один, слава Богу, это очень хорошо. Ну иди и проповедуй. Люди не знают Христа. Одно мусульманство вокруг, одно безбожество, одни сектанты. Сектанты идут везде до севера, до юга, везде несут Слово Божие. Как мы перед Богом-то предстанем? Да что же мы ответим-то ему? Лука 8.1. После всего он проходил по городам, и селениям, проповедует, благовествует Сарствие Божие, с ним 12. Проповедует. Чем Господь-то занимался? И это сегодня нигде никак не берется. Я мысленно смотрю обстановку такую. Все архиереи, тут патриарх сидит. Вы христиане, почему вы не подражаете ему? Что вы за кадила уцепились-то? Служба, служба, служба. Этого слова нет даже в Евангелии. Этого слова нет в Новом Завете даже совсем. Богослужение это благодарность. Мы пришли Богу сказать за неделю, сколько мы ходили, проповедовали, как жили, как свидетельствовали. Мы пустые приходим и пустые уходим. Чего тут? Толковать-то ничего не надо совершенно. Святые от света растолковывали. Меня больше всего удивляет, как этого Златовоз не понимал. Василий Великий не понимал. Считаю, Василий Великий говорил, на каждом богослужении две проповеди сходятся. Я посчитал по буквам, по времени, но Златовоз-то каждая проповедь длиннее моей была. Она где-то у него была около 40 минут. В среднем. А сегодня я даже 20 минут говорю, и то священнику уже тяжело. Что-то ты затянул дольше моей службы. Он ратует за службу. Даже собрание, когда и то выговаривает, у вас тут собрание дольше, чем служба. И какой он вывод сделает? Вывод такой, что службу сделать надо еще длиннее, а не наоборот. Я говорю, что служба должна занимать одну десятую часть, а девять десятую проповедь. Лука 8, 11. Вот что значит пильче сиять. Семя, есть Слово Божие. И Господь разговаривает с ними. И сегодня это в церкви считается, переведенное. Семени нет. Хозяйки, вы же сеете. Неужели вам это непонятно? Но если не посадишь ты там, где семечко, помидоры, впрочем, ничего же не будет. Что у нас есть? Рожденных-то нет, у нас семени не было. Есть привычка ходить. Вчера я говорю, был у нас священник, он встречается с ним. Уже к косу отпустишь, а я в монахе готовлюсь. Сам злодный, как демон, ни одного слова не признает, не принимает. Я ему пока за Евангелие, он намертво отмергает. Я в монахе иду, какое мне Евангелие? Зачем он на Евангелие-то? Он же монахом будет. Он будет выполнять поручения старца. А что есть Дух Святой? И даже Даниил видел Ветхого днями, он ничего не знает. Он показал, прочитая Дух главу 11-й Коринфянам. Встречаюсь через неделю, через две прочитал, нет, не прочитал. А почему? Я в сентябре прочитаю. Ведь это же даже не трагедия. Это полное, абсолютное безумие. И это не в одном месте везде 100%. Нашему батюшке это не нравится, но вы обобщаете. Батюшка, покажи исключение из этого правила. Мы пока нигде не встретили. Куда бы вы ни сунулись, везде отношение к Библии одинаковое, православное. Ненавистное. Так это у новообрядцев. У старобяток еще крепше. Там тебя нахрен не предадут за эту Библию. И все думаем, что мы спасаемся, кого-то канонизируют. Это выходит, если канонизируют, это свое царство, не Божие, куда они проталкивают. По меркам, которые люди придумали. Евангелие от Марка. Первая глава, 33 стих. И весь город собрался к дверям послушать. А если они приходят, когда архиеверия, что мы собрались, а мы отстояли 4 часа, там руку привезли Иоанна. Та десница, которая Христа крестила. И что? Ну через стекло, правда, мы тоже прикоснулись. Что изменилось-то у тебя? Ты какой вор был такой и остался. Твоя рука по-прежнему ворует. Тот как грешил рукой, так и грешит. Почему это десница, а услышать-то не сделала? А это ни к чему не обязанность. Прислонился, ткнулся лбом в стекло, пошел домой. А если верить во Христа, по Слову Божию, это обязанность. Чтобы к твоему дому люди стекались так же. Когда к твоему дому приходили люди послушать Слово Божие? Ну ты меня это все, переноси на себя. И ты увидишь, как много еще есть сделано. Пошире откройте сердца, пошире двери. Чаще к себе приглашайте людей друг к другу. Никого нету. Тропейте тропинки. Зимой у кого сегодня? Забудьте телевизор. Разбейте вы их ради Бога, я прошу вас. Поколотите эту мерзость. Это уж всегда ты понимаешь. Марка 1.37 И найдя Его, говорят ему, все ищут тебя. Мы Его ищем. Да, действительно Его искали, Христа. А Его где найти сегодня? В Слове Его, в ближнем нашем. Особенно зимой, хорошо видно, мне приезжают ваши дневенские, говорят, вот выйдешь, пройдет день, тропинки друг к другу, нигде нет. Все, чистое поле. Ну, от своих калиток, к коровам, к свиньям, а дальше никуда нет. Вы каждый день друг к другу, хоть к одному ближе, вот то в одну сторону пробеги, то в другую. Прибежал, давай поборемся. А тебе что сегодня Бог открыл? Тебя Господь посетил, а может ты в самом деле во сне был вразумлен что-то? Я сегодня ночью свидетельствую, проповедую, где-то на крыше, в таком трудном месте проповедую. Целую семью туда поднял какую-то, где-то спасается. И будильник загудел. До того, ну не успел еще не сказать, встал, даже неудобно. И во сне, как днем, душа бодрствовать должна, проповедь. Только успел спросить Христа, знаете или нет, и будильник зазверел. Марка 2,15. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. К морю-то они зачем же, не за рыбой. Когда собирались люди за тем, чтобы слушали их? В каком году, в каком веке у православных? В каком храме? Послушать. И тут на службу мы отстояли. Еще непонятно, знак равенства-то поставить нельзя. Марка 4,1. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку, сидел на море, а весь народ был на земле, у моря и слушал. Чем Христос занимался? Да какие же мы христиане, когда ему не подражают? А кто подражает? Баптисты, адвентисты, 50-ти, эти подражают. Они едут везде, снимают помещение. Вот они сняли помещение, и 15, кажется, дней они снимали. Каждый день они платили за аренду 100 тысяч рублей. Собрали деньги, отовсюду своих представителей. И кто приходил, за все они давали квиточки, всем по Библии даром дали. Когда православные это давали? Да что, бесплатно-то. Да солиста-то Савска-то заждалась нас на суде, чтобы обличить. И Марка 4,2. И учил их притчами много, и учение в своем говорил. Учил на первом месте. Почему они всегда обращались к нему? Учитель, равей. Это учитель. У нас в священниках так не обращается, батюшка. Да это ложь, он не родил тебя совсем. А как учитель, к нему не... Тут даже засмеются. Какой же это учитель, когда ни дня не учил? Учитель. Еврейские фарисеи любили это, чтобы называли учитель-учитель. Марка 1,14. И после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуй Евангелие Савсия Божия. Иоанна, нет, теперь я иду еще больше буду проповедовать. На ней лежит обязанность. Пришел и проповедовал Евангелие. Христос. Да он сам живой Евангелие. Людям надо дать знать. Чтобы люди познакомились через слово твое. Когда ты сидел за Библией с ребенком и показывал. Вот это место в другом месте вот так говорится. Когда ты научил ребенка пользоваться Библией, параллельными местами. Ну припомни, все это кончится. Ты год назад от телевизора не отходил. Три года назад. Ничего нигде нету. Это пустое. Все, что мимо Евангелия, оно нигде. Это время утекло. Ребенок вырос, он к слову Божию не привязан. Неужели вы этого не видите? Вы прям сегодня перемените отцомовку. Господи, за старое пластино сегодня я соберу ребятишек. Выключите телевизор. Выключите компьютер. Просто откройте Библию, сядьте вокруг всей семьей. И начните читать. И спрашивайте детей. Давайте вот это повторим. Вот это наизусть заучим. Как мусульмане учат. Марка 6, 34. Иисус увидел множество народа и жалился над ними. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И начал учить им мамы. Он жалился, понял. И что стал делать? Учить. Значит, что нет пастыря, потому что не учат. И что они рассеяли, потому что не учат. А так как сегодня не учат, уходит и пастыря нет, и батюшек никаких нет, это обман. Никаких отцов нет, отчего, отчего, никого не родил. Ну, слышите, какой прямой вывод. А он, Господь говорит, они рассеяли. Он жалился над ними. Ну и что дальше? Всему начал учить. Результат всего. Единственное лекарство, это надо людей учить. Это значит, они рассеяны, учения их собирают. Они не знают Отца Небесного, это их усыновляет. Они жалились и ранены, это их вылечит. Все в проповеди. Все в свидетельстве, все в Библии. Возьмите себе за правило каждое воскресенье собираться хотя бы на один час. С телепетишками своими. Создайте им домашнюю церковь. Повторяю, где-то стоит телевизор, компьютер, в другую комнату перейдите. Положи посредине Библии, все со стола убери. Чтобы у детей это в памяти сохранилось. Нас отец с матерью собирали. Мы сидели и считали. Тем более у тебя родственники есть, и их созови. Ты не думай, что ты все знаешь. Я могу засвидетельствовать, что я не знаю абсолютно точно. Хотя каждый день занимаюсь не меньше 10 часов. 40 сущим лет, 46 лет. И знания свои считай совершенно никакими. Потому что проник еще глубже. Я у немца выступал, на немецком языке проповеди говорил. И когда кто-то признал, что я знаю язык, я понял, что он ничего не знает. Я знаю только верхушку. Чтобы понять наше незнание, надо слишком много знать. И тогда ты тихо себя будешь вести. Матфея, 5-2. И он отверши уста, учил их, говоря. Рот открывать только для того, чтобы учить. А не для того, чтобы так и есть. Псалом 39, 10. Ну, это далеко до наших дней. 3000 лет. А до Христа 1000 лет было. Давид говорит. Я развещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Можем ли мы сказать это, Господи? Ты знаешь. Когда я в город собирался, я с собой брал несколько евангелий. Я приготовил место. Проиграй ситуацию. Тебя со мной отмелицанер. Как ты выглядишь? Как выглядишь? Что будешь говорить? Не возбраняй устам твоим. Когда ты виноват, прямо поклонись и скажи, я виноват, я нарушил правила. Прости меня. Но у меня есть евангелие, я скажу тебе. Мы все виновники перед Богом. Возьми евангелие. Пощади меня. Найди слова такие, смягчи его сердце. А что они выше такие? Меня штрафуют, а сами все в наколках. Я говорю, они себя штраф взяли, а не ты с них. Они тебя уже накололи. Ты нарушил, нарушил. Молчи. А если он привязался не так, имеешь право протестовать. А может, это он с тобой так поступил, чтобы ты мог засвидетельствовать. Сколько этих случаев прошло. С кем ты встречался, кому говорил, дал молоко, там сливки, скажи. А Павел говорит, не это главное молоко, а возлюбите чистое, словесное молоко. Вы видите, как я передаю, высокого качества сливки. А Слово Божие чище. Тут у меня все равно жирность может быть и такая. Может и вода тут еще осталась. Ну, найдись, что сказать. К этому подведи. Возвысь Иисуса, возвысь Его Слово. Римнянам 10,8. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово. В устах твоих. И в сердце твоем. То есть Слово веры, которое проповедуют. За ним в карман не надо лезть. А мы уже с тобой. А мы рядом. Для меня самые трогательные моменты были в жизни, когда меня обнаши с ножами останавливают. И один из них подошел и говорит. О, это вы нас тогда останавливали и в милицию-то не сдали. Так, отойдите от него. И со мной поехал, меня сопровождает. Это было с доктором Гаазом. Когда его разделили, а потом узнали, кто он такой. Да хочешь сколько, извиняюсь, батюшка, прости ты нас. Да пошли вместе с ним. Заключенные, от которых он всю жизнь работал. Такие моменты редко случаются в жизни. Но они бывают. Ты наталкиваешься в опасные моменты жизни на плоды проповеди, на плоды свидетельства. И оно близкое, это Слово. Где близко? В устах твоих. Проверь. Сегодня. В устах. Оно есть или нет? И в устах у тебя что-то другое? Может быть, жевательная резинка? И притом оно, если из уст не выходит, проверь сердце. Оно, говорит, дальше в сердце находится. Из сердца. От избытка сердца, говорят, уста. Любую встречу, с кем бы ты ни встречался, найди возможность. Преобразить ее во встречу людей со Христом, а не только с тобой. Аминь.